Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня в гостях программа «Тема дня». Исполняющий обязанности руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел Регионального следственного комитета, майор юстиции Алина Владимировна Дубасова. Алина, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СССР по Тверской области, майор юстиции Марина Борисовна Кондюрина. Марина, добрый день. Добрый день. Следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел Регионального следственного комитета, подполковник юстиции Юрий Николаевич Осипов. Юрий, добрый день. И следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел Регионального следственного комитета, майор юстиции Антон Викторович Королев. Антон, здравствуйте. Повод у нас, нас всех за этим круглым столом объединил один день, это 25 июля. В этот день в России отмечался день органов следствия Российской Федерации. Профессиональный ваш праздник, да? И мы сегодня поговорим о том, чем же в сущности работа следователей следственного комитета отличается от следствия других правоохранительных структур. Потому что этот день, он объединяет несколько служб, да? Это МВД, ФСБ, там есть следствие, да? Давайте о том, в чем же в сущности особенность вашей работы. Алина, с вас? Ну, думаю, что да. Здравствуйте еще раз. Что касается особенности подследственности дел, которые относятся именно к подследственности следственного комитета, то необходимо отметить, что следственный комитет занимается расследованием в основном. Это тяжкие, особо тяжкие преступления против личности, это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, влекущая смерть. Это преступления половые, изнасилования, иные действия сексуального характера. Это преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, либо совершенные несовершеннолетними, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также это ряд экономических дел, налоговые преступления, преступления коррупционной направленности. Что касается непосредственно нашего отдела, это первый отдел проследования особо важных дел следственного управления, о преступлениях против личности и общественной безопасности. То есть все преступления, которые мы сегодня будем говорить, это которые имеют большой общественный резонанс, это волей-неволей люди заинтересованы, как расследуются такие уголовные дела. Это всегда как-то народ держит руку на пульсе, что называется. Но есть и другой отдел, о котором мы упомянули, где расследуются налоговые, коррупционные, преступления экономические. Да, это второй отдел проследования особо важных дел о преступлениях в сфере экономики и против государственной власти. Значит, другие, у каждой службы, что называется, свои обязанности. У вас такая работа по расследованию преступлений, которые вы назвали, у МВД, у следствия МВД свое направление, и у следствия ФСБ это другой состав преступлений. Другие статьи Уголовного кодекса, наверное, уже, да? Да, 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 Уголовный процессуальный кодекс относит к подследственности следователей ФСБ. Ряд преступлений, другой ряд преступлений следователям МВД, и, соответственно, Следственному комитету много чего остается. Я поняла, просто вот на вас я смотрю, мне приятно, просто я вот с некоторыми из вас, из моих гостей, знакома очень давно уже, да, вот Алин, Антон, мы встречались уже, наверное, уже лет 15, наверное, прошло, да? Уже тогда был, или еще тогда даже Следственного комитета не было, или уже был тогда Следственный комитет? При прокуратуре. Вы же при прокуратуре еще все начиналось-то, да? Да. И еще тогда был городской отдел, да, по районам, да, разделялись по районам, и вы еще были совсем молоденькими, вы только-только закончили, наверное, вузы, да, пришли на службу. Да. Кстати, Юр, а вы когда, вы, наверное, самый такой здесь опытный сотрудник следствия. Да, на службу. Когда начиналась ваша служба? На службу я пришел в 2007 году, в ноябре месяце, в этот год я окончил университет, и хотел непосредственно свою дальнейшую жизнь связать именно со следствием, и в 2007 году именно образовался Следственный комитет при прокуратуре, и начал я свою трудовую деятельность в Торжевском районном следственном отделе. То есть старшка? Старшка начал работу, да, свою. Поработал там я больше 8 лет, и в 2016 году я уже был переведен в следственное управление, в отдел проследования особо важных дел. Это сразу же никому? Старшим следователем, дальнейшим следователем по особо важным делам уже. Но считается, что вот ваш отдел проследования особо важных дел, он такая своеобразная вершина айсберга, да, следствия. Там это определенный карьерный рост. Это и карьерный рост, и в нашем отделе расследуются наиболее резонансные, наиболее тяжкие, особо тяжкие преступления, уголовные дела об этих преступлениях, те, которые на слуху, либо совершены какими-то лицами, имеющими положение в обществе. То есть наиболее сложные уголовные дела. А Марин, ваш путь в следствии каков, и что в сущности побудило именно на эту стезю? Ну, о том, что я хочу стать следователем, я решила уже в старших классах школы. Именно в связи с этим я поступила в последующем на юридический факультет Тверского государства университета, где мы проходили, собственно, на третьем курсе практику. В том числе практику я проходила в Калининском межрайонном следственном отделе, где я столкнулась непосредственно, увидела изнутри работу следователя. Я утвердилась в своем выборе и решила, что действительно я готова к этой работе, хочу стать именно следователем. В настоящее время мой стаж профессиональной деятельности составляет около 10 лет. До сих пор я не расчаровалась в этой работе. Это важно. Хожу на работу с удовольствием и очень трепетно отношусь ко всем уголовным делам. Соответственно, начинала свой путь я с общественного помощника. Вот этот институт, по-вашему, он нужен? Общественный помощник, это еще студентами люди приходят, да? Вот как вы проходили практику, чтобы посмотреть, что это такое? А то ведь сразу Калининский отдел, Марина говорит, так это же там такие дела тоже. Это же, что называется, где, если что и происходит, то это в Калининском районе. Одно время, во всяком случае, происходило. Сложно, сложно работать на такой земле. Я считаю, что институт общественных помощников, он важен. Именно в этот момент ты узнаешь службу изнутри, учишься проводить следственные, процессуальные действия. Все-таки теоретические знания – это одно. Практическая деятельность порой имеет некоторые сложности, связанные с конкретными уголовными делами и с работой с людьми. Потому что все люди разные, необходимо найти и подход к каждому конкретному человеку. Ну, соответственно, имеются определенные сложности. Кстати, это мучат у нас на юрфаке. Это же много лет я с вами сотрудничаю и знаю, что самое главное – найти контакт с человеком. Не у всех получается, наверное? Это как дано природе, Антон? Да, не то, чтобы это… Нет, ну, основная задача, в принципе, следователя – это найти как раз контакт. В первую очередь, я считаю, что следователь должен обладать этим навыком, подстроиться, можно так сказать, настроиться на тему конкретную и подобрать, так сказать, ключик к человеку. Это тоже надо уметь как-то? Это, естественно, надо уметь, это нужно быть психологом своего рода. Вообще, профессия следователя, она многогранна. То есть, в том числе, ты должен быть психологом для того, чтобы все-таки разговорить с человеком, потому что те люди, которые приходят, они испытывают определенный стресс. В любом случае, неважно, от статуса зависит, это может быть и свидетель. Может быть, и подозреваемый, может быть, как свидетель. Конечно, свидетели, потерпевшие, все испытывают определенный стресс, определенный страх какой-то, что-то сказать не так, где-то, как-то, что-то. Вот для следователя основная задача, в принципе, поговорить, разговорить и добиться тех каких-то объективных данных, которые необходимы для расследования уголовного дела. Не все, наверное, признаются сразу, что, может быть, мнение такое складывается, что да, я не признаюсь. Я знаю, что просто уже будучи на скамье подсудимых человек, он говорит, а я ничего не совершил. Тут не то, что признаются, не признаются. Тут бывают и свидетели, которые не хотят говорить, по сути, что для них, но они что-то опасаются для себя. Как бы это не сказалось на их дальнейшей судьбе или еще что-то. Как бы чего не вышло, как в классике. Да, да. Каждому человеку, видимо, есть что бояться. Ну, конечно. Скелет в шкафу есть наверняка у каждого. Уважаемые друзья, сейчас приведемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Вновь тема дня в эфире. Сегодня говорим о работе следователя, в данном случае следователя регионального следственного комитета. Юрий Николаевич, вот в Торжке начинали, да, еще сам молодым сотрудникам, неопытным, там уму-разму набирались, да. И так получилось, что именно в Торжке было совершено убийство в далеких 90-х, да, которое вы уже расследовали, доводили, что называется, до суда, будучи сотрудником, следователем по особо важным делам. Тоже Торжок, да. Что это за дело, я о нем рассказывала как-то в патронной службе, я присутствовала даже на судебных заседаниях. Это двойное убийство, да, было? Да, это дело о событиях 94-го года, декабрь месяц. В ходе, значит, ссоры 20-летний житель Торжка произвел несколько выстрелов в своих оппонентов, трех знакомых, и скрылся. Двое из которых скончались в больнице, а третий выжил. Это какой еще раз год был? 94-й год. 94-й год. То есть все молодые ребята поссорились один из других, значит, имея по себе оружие. Ну, как раз в тех 90-е, да, тогда стволы довольно-таки часто в ход пускали. Судя по уголовным делам тех лет, которые мы смотрим, там очень довольно часто имело скрытие. Ну, я помню, даже вот мы выезжали, вот, патронная служба выезжали утром на одно убийство, вечером на другое, и периодически даже были ситуации, когда в сообщении о взрывных устройствах собаку, вот, кинологическая служба приезжала, ее не могли вытащить из машины, она не хотела. Она упиралась четырьмя своими ногами, потому что ей уже надоело даже собаке обнюхивать. Это были такие вот, целыми неделями могло это продолжаться. Продолжаем, Юрий. Ну, и вот, значит, после совершенного преступления он скрылся, уехав в Москву, и, получается, скрывался больше 20 лет. Изменил свои персональные данные, фамилии, имя, отчество, женился, завел семью, бизнес имел. И внешность еще изменилась, да? Внешность, да. Кстати, вот 20 лет, это что? Тут, наверное, даже когда тебя не поймали в течение суток, потом неделя, потом месяц, наверное, он как психология преступника, ага, все, немножечко отходит, отходит, а здесь 20 лет, это совсем другая жизнь. Может быть, он и думать забыл уже, наверное. И он наверняка не думал, что придут-то за ним. Ну, конечно, не думал, но в итоге работа продолжалась по установлению местонахождения. Он был объявлен в розыск еще в 1995 году, после того, как скрылся. И в итоге в январе 2018 года был задержан в Москве сотрудниками уголовного розыска управления Министерства внутренней Российской Федерации и доставлен следственное управление к нам. Естественно, дело было поднято из архива, возобновлено, и началась работа уже по восстановлению всех тех событий. Но в частности проводился повторный допрос свидетелей тех событий. Это остались люди-то? Да, остались. Потому что дела прошлых лет, ведь это очень много уже, кого нет в этом мире, наверняка. Да, выезжал на место свидетелям, проводился проект показаний на месте, проводили ряд экспертиз. А, естественно, наш фигурант, он вину не признавал, показания никакие не давал. Но в итоге дело было направлено в суд и получил он 14 лет лишения свободы. Да, да, 14 лет. Кстати, вот дела прошлых лет. Некоторые думают, ну, объявлен он в розыск. Ну, тоже так же. Подождем год-полтора, и все забыто, все забыто, бельем поросло. Что мы можем жителям региона сказать относительно этого? Нет, это абсолютно не так. Как на самом деле происходит? Ну, вне зависимости от того, приостановлено предварительное следствие в связи с розыском обвиняемого, либо в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в любом случае все уголовные дела, приостановленные, предварительные следствия, по которым приостановленные, находящиеся в архиве каждого следственного подразделения, они постоянно анализируются, изучаются. Изучаются и районными отделами, это те дела, которые в архивах районных отделов в нашем отделе свой архив, запрашиваются отделом криминалистики, постоянно изучаются, постоянно направляются поручения в управление уголовного розыска. И именно сотрудниками полиции, управлением уголовного розыска, либо территориальными подразделениями уголовного розыска постоянно ведется работа по каждому из уголовных дел. И таким образом, даже спустя 10, 15, 20 лет устанавливается местонахождение лиц, которые объявлены в розыск, устанавливаются лица, причастные к совершению тому или иного преступления. В частности, хотелось бы отметить такое уголовное дело, которое было завершено нашим отделом, расследование тоже Юрий Николаевич заканчивал, 10 лет не могли установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. То есть там никто не был в розыске, был просто труп, убийство, и 10 лет не могли его, соответственно, раскрыть. И вот благодаря нашей работе, на работе криминалистов нашего следственного управления, работе сотрудников управления уголовного розыска именно по линии личности, труду Юрия Николаевича нам удалось это дело направить в труд. То есть современная, ведь раньше не располагала криминалистическая наука такими возможностями, да, вот те же 20 лет назад, если говорить, да, то теперь много шагов вперед, да, сделано. И это помогает в том числе и в расследовании дел прошлых лет. На самом деле хочется еще сказать большой плюс в том, что у нас сейчас проводится, да, по всем, по фактически уголовным делам, это генетическая экспертиза, наша МКЦ, благодаря ей... Это вот лаборатория, которая у нас открылась, да, ДНК-лаборатория, да, которая открылась у нас сравнительно недавно все-таки, да, в МВД, да. Да, раньше же возили другие регионы, это надо было месяцами ждать. Это очень долго ждать, в основном проводились биологические экспертизы, там, да, конечно, они тоже давали определенные заключения, да, по группе крови, вот. Когда ввели вот эту генетическую экспертизу, ну, намного все упростилось в плане установления тех или иных обстоятельств уголовного. Потому что ведь следы-то все равно остаются, да, любые, да, ну, какие бы ни были. Сейчас даже вот дела, которые в архиве, вещественные доказательства, которые также находятся у нас в архиве по преступлениям прошлых лет, они тоже, вот, как Алина Владимировна сказала, помимо того, что изучаются, по некоторым делам, если имеются, вещественные доказательства остались, да, по ним повторно назначаются как раз вот генетические экспертизы с целью выявления каких-то биологических следов, потому что за этот период уже как появилась генетическая у нас экспертиза, у нас имеется, да, в Центральном федеральном округе, да, и по России, да, база определенная. Да, генетическая, по которой, ну, периодически, можно так сказать, выстреливают генетические профили различных лиц и устанавливаются таким образом лица, совершившие то или иное преступление. Кстати, вот этот человек, Юр, вот он что вообще говорил, как вот он себя вел вот на допросах относиться, когда он пришел в себя, что вдруг его задержали, потому что многие говорят, что, я слышала такие обывательские мнения, да, жителей, которые говорят, ой, это когда было, это наверняка они за уши подтянули, такого не могло быть, им нужно галочку поставить, и вот они нашли крайнего, и вот под суд они его отдали. Да нет, конечно, честно говоря, он во всем признался, дал показания правдивые, выехали на место, показал обстоятельства совершенного преступления, это вот имеется в виду, 10-летней давности, вот, ну, и в целом сотрудничал со следствием, то есть он понял, что от наказания уже не уйти, ему и лучше сотрудничать, чтобы получить меньший, меньший срок, но в итоге был осужден к 11-й годам лишения самого года. Ну, вот, кстати, то, о чем говорил сейчас Антон, если говорить, в крупице собирается доказательственная база, ведь это же чуткое доказательство, да, если мы берем ДНК экспертизы, генетическую экспертизу? Ну, естественно, это очень хорошее доказательство, но вместе с тем оно должно подкрепляться и другими какими-то доказательствами. То есть этого недостаточно? Совокупность идет, конечно. Совокупность, идет, конечно, совокупность. То есть, вот даже, да, вот вы правильно сказали, что некоторые люди за уши потянули, там говорят, да, или еще что-то. Да, 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 но бытует такое мнение, потому что у вас существует понятие как-то на следствие. И не все могут заглянуть туда, зашивочку. Ну, и не все могут заглянуть, во-вторых, и, в принципе, СМИ не сможет передать все те доказательства, которые имеются по уголовному делу, на общее обозрение, да, и это видит только суд, который в последующем принимает то или иное решение. Вот, а то, что обсуждается, освещается в СМИ, да, для некоторых, конечно, это может быть недостаточным, но если мы заглянем в уголовное дело, там, соответственно, уже немного все по-другому. А потом, да, давайте, уважаемые друзья, не забывать, что ведь, когда дело доходит до обвинительного заключения, да, то оно уже утверждается прокуратурой. Естественно. А они, как бы, они все, наверное, проверяют, да? Да, конечно. Насколько это доказано, и насколько это выдержит испытание судом тем же самым. Естественно, да, проверяются все доказательства, допустимость их, относимость, и только после этого прокурор утверждает обвинительное заключение, которое уже в последующем, в СМИ, направляется в суд для рассмотрения. Вот, кстати, относительно дела, о котором мы постоянно говорим, и в патрульной службе на уровне России все говорят, началось-то все с чего, Алина, да? Началось с того, что... Сколько уже лет прошло, когда объявили официальное раскрытие убийства круга, Миша? Уже, наверное, два года? Уже, наверное, в сентябре 2019 года объявили, да, в 2019 году. И потянулось, да? И потянулась цепочка. Да, все верно. Это ведь тоже мы можем смело назвать преступления прошлых лет. Да, все эти эпизоды, которые сейчас, еще в настоящее время уже окончены расследованием уголовного дела и направлено в суд в отношении членов банды «Тверские волки», это, опять же, все категория преступлений прошлых лет. Это еще четыре эпизода убийств. Еще четыре эпизода. Марина, непосредственно, вы занимаетесь расследованием. Вот сейчас это идет, да, это уже до суда дошло? Это уже продолжение. Это продолжение? Да, вот сейчас у нас в судом рассматривается уголовное дело по обвинению Осипова, Агеева, Баскакова и трех лиц, являющихся заказчиками преступления. Которые заказчики? Да, это четыре эпизода. Это у нас московский суд, да, рассматривает? Сейчас, да, определили подседливость московскому районному суду, но, тем не менее, как бы в настоящее время работа продолжается, и вот как раз Марина Борисовна занимается... Еще новые эпизоды, Марина? Возможно, если получится. Агеев, Осип и Паскаков, они рассказывают о новых обстоятельствах, которые ранее, ну, часть которых ранее не была известна следствию, соответственно, сейчас работа продолжается, и следственным и оперативным путем устанавливается в действительности ли данные обстоятельства имели место быть, и, соответственно, по каждому этому факту будет принято соответствующие. То есть какие-то новые эпизоды, о которых следствие раньше не знало, да? Ну, на новые преступления вы ходите? Пытаемся, пробуем работать. А, Марин, вот вам вот как вот приходилось-то, наверное, с Калининского, если мы вернемся к тому же Калининскому отделу, с земли, как с такими вот монстрами, я бы так называла, общаться, как Осипов, Баскаков, вот эти вот товарищи, которые, ну, клейму ставить негде, ну, так скажем. Что, легко ли вот так вот чисто профессионально и как по-человечески вы можете с ними говорить, зная, что они совершили? Ну, я же выполняю свою работу, соответственно, я определенным образом психологически на это настраиваюсь, да, и мне необходимо установить обстоятельства произошедшего, соответственно, в этом ключе я с ними общаюсь. То есть, ну, в какие-то моменты приходится налаживать и психологический контакт, ну, соответственно, обстоятельства устанавливаем. Бывает, что за жизнь приходится просто поговорить? С ними, да. Да? Ой. Всякое бывает. Поговорить они любят, да? Они очень любят поговорить. Ну, тем более, что мы напомним нашим радиослушателям и телезрителям, что люди уже осуждены пожизненно. Да, пожизненно. И им терять в сущности нечего, резон-то какой? Ну, как они говорят о том, что они хотят восстановить социальную справедливость. Это они говорят о социальной справедливости? Да, в том плане, что касаемо, они же вот по тому уголовному делу, который сейчас в суд направлен, который московским районным судом рассматривается, они назвали новых лиц, заказчиков. Они считают то, что наказание должны понести не только они, но и те лица, кто организовывал совершение преступлений, кто подстрекал к совершению преступлений. И вот для них такая идея о восстановлении социальной справедливости. Кстати, Марина, а вот когда Вы начинали, Вы говорили, что Вы почувствовали, когда пришли в Калининский отдел, посмотрели изнутри, еще, наверное, в статусе общественного помощника, и не разочаровались, и еще более укрепились. А вообще бывало страшно на этой работе? Работа такая, служба-то, мягко говоря, не очень приятная иногда. Да, я думаю, что страх – это лишнее в нашей работе. Конечно, нужно себя в любой ситуации держать в руках, чтобы грамотно и спланировать и следственные действия, и работу, в том числе, с подозреваемыми, обвиняемыми. То есть надо как-то стараться исключить этот момент. Да, это как вчера мы говорили с десантниками, надо перешагнуть себя, когда ты выпрыгиваешь из самолета. То есть уже самый определенный момент, да, психологический. Кстати, у нас как-то стол, так вот, дамы и мужчины. Помогаете друг другу? Вообще, следователи, это работа индивидуальная или это коллективная работа? Как? Вы знаете, я, наверное, скажу, как… Ну так, кто как считает. И свое мнение, которое у меня было, когда я была еще следователем, и мнение, вот как со стороны руководителя, я могу сказать, что я считаю, что да, безусловно, у каждого следователя ряд уголовных дел есть, которые они расследуют, но если какие-то ситуации случаются, когда необходимо провести единый момент на множество следственных действий, когда необходимо помочь друг другу, ну не успевает человек, там нужно многим, там, обвиняемым продлить стражу, еще что-то поехать туда-сюда, да еще какой-нибудь выезд. Что касается нашего отдела, вот непосредственно нашего отдела, я смотрю, как руководитель, я смотрю, что всегда ребята все друг другу помогают, никогда никто не оставляет в сложной ситуации, и поэтому, наверное, в какой-то степени это все-таки коллективный труд. Коллективный. Я как бы, да, ребята прилагают усилия хоть как-то отвезти материалы в прокуратуру, пока другой следователь допрашивает, кто-то откопирует, кто-то описи сделает, и нормально все. Ведь это же столько граней, мне кажется, у вашей работы, да, потому что, кажется, вот он, следователь, а ведь это же, как Алина сказала, это же помимо наслоения одного и друга, это в чем-то и бумажная работа, да? Антон говорил, что это и чисто, ну все согласны, что это и работа с человеком, общение с человеком. Это процессуально сколько таких пунктиков, которые нам действительно, если ты не сделаешь, то ничего не будет, там не будет продлен ареста, или человека не изберут меру посещения, да? Кстати, Антон, согласны с Алиной? В принципе, конечно, согласен, следователь, это, можно сказать, индивидуальность, но дух коллективизма, он присутствует в любом случае, потому что, да что говорить, да, даже по какому-то конкретному там преступлению так или иначе можно вести русло, да, расследования, и ту или иную, так сказать, правовую оценку дать человеку. И, безусловно, здесь, да, когда ты, может быть, сомневаешься в том или ином подходе, ты можешь, безусловно, и обратиться к коллеге, это не то, что, да, там, отвезти материалы куда-то или еще, а вот непосредственно по юридической, естественно, потому что... Ну, просто, да, посоветоваться, да, карман, да, так сказать, вот правильно, да. То есть, оно существует, да, в развитии, да? Да, естественно, безусловно, существует, да, и так или иначе сделать, ну, все в рамках закона, соответственно. Поэтому я полностью здесь поддерживаю. Кстати, Юрий Николаевич, по вашему мнению, все-таки работа следователя, она больше мужская или женская? Вот глядя в лицо своему непосредственному начальнику. Ну, по моему мнению, я считаю, что это все же больше мужская работа, поскольку достаточно много трудностей, неприятных вещей, все эти ночные выезды, ну, женщины... Ну, время, ну, женщины все-таки тоже еще семьи. Женщины, да, семьи, уделять время, да, детям, вот. А больше считаю, что это, ну, работа беспокойная, больше она мужская. Ну, у нас девушки все не боятся трудностей. Марин, а вы как считаете, вот напротив вас мужчины сидят, все-таки? Ну, я считаю, что женщины также успешно справляются со своими профессиональными обязанностями, да, существуют, конечно, определенные сложности в нашей работе. Ну, к этому нужно быть готовой, когда ты выбираешь для себя такую профессию. И девушки, которые работают в наследстве, они также обладают и аналитическим складом ума. Аналитический склад ума, да. Это мужчины посмотрели в бумаге свои при понятии аналитический склад ума. Вы как сочетаете, Марин, службу? Семья есть своя? Нет, семьи пока нет. Но это вот впереди, я знаю, что семья великолепна у Алины, и как-то удается сочетать, да? А муж тоже сотрудник, поэтому... А муж сотрудник уголовного розыска, да, и как-то он понимает, что это такое. Недаром же у нас следствие бок о бок идет с уголовным розыском, без этой службы никуда. Это точно, да. И как-то выручает и бабушка еще... Ну, и бабушке вообще отдельное спасибо, потому что бабушка мне разрешила на работу выйти, когда ребенку было пять месяцев. Не могла я сидеть в декрессии. Вот, вот, это к тому... Это к тому, что вот это все-таки, я считаю, что не надо делить профессию на мужскую и женскую. Я считаю, что все-таки следователь — это призвание. Это не просто запись трудовой книжки следователя, это именно призвание. И неважно, мужчина, женщина, главное было бы желание... Без полого существа. Будет энтузиазм. И если есть это желание, какое-то стремление, все получится и у мальчиков, и у девочек. Вот, это мое мнение. Давайте мы несколько слов. У нас программа, так мы разговаривали, с вами хорошо уже время, так постепенно будет. А мы не обо всех делах поговорили, о которых услышать интересно жителям Тверского региона. Вот недавно началось уголовное дело у нас. Некто чужого жителя Ленина, да, преступление, которое буквально взбудоражило. Молодую женщину убил. Девушку до 24 года. Девушку до 24 года, да. Просто ужасно. И ведь первоначально, вот как мы с чего начинали, что не все раскалываются. Не все говорят, да, это убил я. Хотелось бы, да, чтобы к вам ваши подозреваемые, вы их прямо, как блюдечко с золотой каемочкой, все говорили, да, и выдавали все подробности дела. Не получается. Нет, в данном случае, если говорить конкретно об этом убийстве, оно было совершено в июле 2020 года, изначально расследованием... Год назад. Да, изначально расследованием занимался межрайонный следственный отдел, затем по решению руководства управления дело было передано в наш отдел. Расследовала, заканчивала его я. Что касается Чижова, молодой человек, 25-летний на тот момент, на момент совершения преступления, отдыхает в компании, встречает знакомую, которая училась с ним в одной школе на 2 года младше, ну и, собственно говоря, совершает ее убийство, иные действия сексуального характера, а также разбойные нападения в отношении нее. А когда девушка не вернулась домой, пропала без вести, мама начала бить тревогу, обратилась в полицию, обратилась к волонтерам с целью установления, где же ее дочка находится. Она также общалась с самим Чижовым. Чижов, глядя в глаза матери, которая вот убита горем, ищет своего ребенка, единственного, говорит, ну я не знаю, я ее высадил вот здесь вот около... Да, вы знаете, я встречалась с матерью, и причем она говорит, я бы никогда не подумала. Вот он каким-то образом меня убедил, судя по тому, как он говорил. Абсолютно спокойно, да. Ну, вот опять же, благодаря помощи сотрудников уголовного розыска было установлено, что никто другой, кроме Чижова, не мог совершить данное преступление. Были получены видеозаписи с камер наблюдения Валенина, где фиксировалось, что они ехали вместе, и ехали в сторону как раз, где он якобы ее высадил. И в итоге Чижов указал на место, где был обнаружен труп потерпевшей. Около 45 ударов отверткой было причинено девушке. И изначально Чижов говорил, что совершил это убийство просто из личной неприязни. Лично неприязни. Поругались. Она вот так вот может выражаться. Она в разном... Вот что вот, вы расследуете много уголовного розыска. Это особая жестокость. Вот, кстати, вот особая жестокость, да, ведь нечасто, а нечасто, где идет статья с особой жестокостью, да, убийство. Да, есть определенные грани при вменении именно данного пункта статьи с особой жестокостью. Эта жертва должна испытывать особые мучения и страдания. Причем, возможно, не только сама жертва. Особая жестокость будет в том числе, если, например, на глазах ребенка убивают его родителей. Это тоже будет убийство с особой жестокостью. Как вот, я не знаю, как вот вам, как вам после этого жить, возвращаться домой, к любимому, к детям? Все надо оставлять на работе. На работе, да? То есть это тоже привычка вот такая, уже с годами вырабатывается? Это уже привычка, уже черствеешь к этому, относишься совершенно по-другому. Но все равно, как бы, сочувствие должно быть. А есть профессиональные, вот в чем-то профессиональные деформации или, возможно, какой-то такой сдвиг в сознании, что иногда страшно выходить вечерами домой, лучше никуда из дома, лучше никуда вообще не выходить? В каждом человеке видеть преступника. Марин был такой? Нет. Не было никогда? Никогда. Арина тоже? Ну, как бы, связано с работой, нет. Нет, нет. Вот чего опасаться? Юр, такого тоже не было? Или предупреждать своих родных, что только осторожнее, потому что вы знаете, что может произойти? Ну, исходя из отдельных только лишь категорий дел, да, опасаешься, допустим, за своих детей. Сейчас, допустим, дела, которые расследуешь по дорожным транспортным происшествиям. Вот ДТП вы же расследовали недавно, да? Это что за дело у нас было? Это как раз уже годовщина подходит с даты этого страшного ДТП. Это было в ночь 28, на 29 июля 2020 года в Калязинском районе. Где подростки погибли? Да, подростки ехали на мотороллеры, трое подростков, 14-15 лет. И, значит, во встречном направлении двигался 30-летний житель города Москвы. Значит, вышел на обгон, не убедившись, что полоса, на которой он выезжает, свободна для движения. И произошло лобовое столкновение, значит, его автомобиля с вот этим мотороллером. Вот, двое детей сразу погибли на месте, а третий через несколько часов скончался в ЦРБ. Да, это дело такое резонансное. Настоящее время сейчас рассматривается в суде, это дело. Он же сотрудник ГИБДД? Нет, сотрудник Московского митрополитена. Полиция на Московском митрополитене. А, полиция на Московском митрополитене. Он, будучи в отпуске, ехал по своим делам в Вологодскую область. Ничего не известно, трезвый? Трезвый, да. Был ночное время, темное время суток. Просто подумал, что я могу себе позволить ехать, как хочу. Ну, ехал, выехал, не убедился, нарушил право. Вот как здесь, да. И мы с сотрудниками, нашими сотрудниками ГИБДД постоянно предупреждаем о внимательности. Ну, ситуации бывают абсолютно разные, как вот в жизни, да? Ну, вот кто знал, что вдруг того же самого жителя Оленина так переклинит? Ну, здесь никто не застрахован. Что касается вообще преступлений на дороге, я думаю, что здесь никто не застрахован. Это да. Кстати, дело Атабикян, так называемого Артура Молодого. Антон, ваше? Да. Атабикян, мы его, так называемого, говорим, Артура Молодого, да? Ведь это же относительно новая категория дел, 210-я прим-1, да? В чем, это же недавно, буквально сколько, полтора-два года назад? Да, в 2019 году принятый, да, был закон. В чем особенность статьи, у нас же еще Косеенко по этой же статье, да? У нас буквально друг за другом они. Поэтому, да, по аналогичной статье, единственное, там только в статусе у них разграничено. Есть один вор в законе, другой положенец. Ну, по сути, положенец это тот же вор в законе, но в отсутствие на территории вора в законе, он исполняет его обязанности. То есть, идет от вора, ставится он вором, поэтому, в принципе, так же, как и вор в законе, занимает высшее положение преступной иерархии. А в чем особенность расследования? Особенность расследования, на самом деле, имеются, поскольку статья молодая, введена в апреле 2019 года, судебной практики по указанной категории дел нету. Нету. Вот, сейчас только начали появляться приговора по этим статьям. Вот, она идет как отдельная статья, то есть, непосредственно за наказание идет за занятие высшего положения преступной иерархии. Вот. Ну, что касается сложности в расследовании, тут можно отметить только то, что большинство свидетелей по данному уголовному делу являются лицами, ранее судимыми, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Приходится их, да, устанавливать, допрашивать. Ездить, ездить, места не стоят даже, да? В том числе, да, места лишения свободы приходится ездить, допрашивать, находить, вот опять же-таки, да, какой-то психологический контакт. Ведь, а как допрашивать, если они считаются, какой-то там иерархией в этой, они же могут ничего не говорить, им рассказывать, это, что называется, западное. Вот о чем и речь, да. Не по понятиям. Не по понятиям, да. Вот об этом и речь. В этом как раз и происходит сложность в расследовании и в доказывании установления тех или иных обстоятельств, имеющих значение. Поэтому приходится находить какой-то общий язык с этими лицами, помимо этого, подкрепляться также другими доказательствами, в том числе, да, там, когда человек, да, приобрел этот статус, устанавливать, где он находился на тот момент. Ну, свои нюансы имеются. Немалую роль, конечно же, в этом играют сотрудники, с которыми мы осуществляем взаимодействие. Это сотрудники и управления Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области и сотрудники уголовного управления уголовного розыска по Тверской области, вот, с которыми мы тесно взаимодействуем и, можно сказать так, по крупицам устанавливаем те обстоятельства присвоения данного статуса. Но, тем не менее, вот я знаю, что если дела-то и то, и другое дело, они уже в суде. Да, в настоящее время эти два уголовных дела находятся в суде, рассматриваются по существу. То есть, мы теперь уже будем ждать вердикта суда и посмотрим, что именно по этой статье уголовного. Они сами не признают себя виновными? Нет, да, они не признают себя виновными в совершении данного преступления. Ну, помимо этого, там, если говорить про Табикяна, у него до кучи еще идет дезорганизация деятельности. Он, находясь в местах лишения свободы, применил насилие в отношении представителей. Да, 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 представители. Поэтому у него сколько-то раз он не подчинялся требованиям, да? Да, у него там порядка 800 нарушений. Да, 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 там совершенно... Ну, это отбывая наказание. Он отбывал наказание за совершение 111-й статьи, части 3-й, причинение тяжкого вреда здоровью. Вот, еще совершенное в Ростовской области. И здесь он отбывал наказание в Бердске, где он как раз при этапе и обозначился. Ну, кстати, Антон, вот с такими людьми вот занесла судьба, что называется, общаться сложнее, чем вот с каким-нибудь завзятым убийцей? Да нет, с каждым человеком, в принципе, надо общаться и рассматривать его не как вот негодяя или еще какой-то. Ну, человек, человек оступился, человек, тебе нужно из него добыть то, что тебе нужно для расследования уголовного дела. И в любом случае ты общаешься с ним нормально, почему? Вполне адекватно. Вы, когда начинаете разговоры и когда идет допрос, вы уже знаете цель, к чему надо стремиться, что нужно узнать у человека? То есть вы какими-то такими окольными путями добираетесь до этой цели, но не спрашивая напрямую, да? Да, потому что напрямую иной раз ничего не добьешься, да? Да, можно вспомнить. Психология. Кстати, Марина, психологии нынче у нас как силеные юридические входят, изучают студенты эту специальность, готовя вас к будущей жизни? Или сейчас приходится что-то читать еще и дорабатывать? Ну, на тот момент, когда я училась в университете, у нас был, скажем так, факультатив, то есть психология не на должном уровне преподавалась. Надо же, даже факультативом только. Соответственно, уже приходилось как-то и опытным путем к каким-то моментам приходить на практике, да. Ну, что-то, читаешь какую-то литературу по этому поводу. Но она нужна, да? Это же науку, это же приходится дорабатывать. Но я знаю, что вы постоянно учитесь, постоянно что-то читаете, совершенствуете свои знания, да? Конечно. Вот, кстати, сегодня у нас, мы встречаемся с вами летом, на летовый полпраздник. Юр, у вас уголовное дело было в производстве, касаемо детского отдыха. Да, было такое дело. Потому что это тоже одна из сторон вашей работы. Возбуждено было оно в 2016 году, в частности, на территории Торжевского района. Двое жителей Москвы организовали несанкционируемый, скажем так, детский лагерь в деревне заброшенной. Прям двое жителей Москвы, вот так, взяли организованный лагерь? Да, у одной, одна занималась разведением лошадей, у нее там была конюшня, там, кстати, экотуризм. А у второй гражданки была своя организация по представлению туристических услуг, ну и отдыха. Но учитывая, что дети жили в неподготовленных деревянных домах, где была антисанитария, нарушение норм санитарно-эпидемиологического правила, нарушение норм пожарной безопасности, все это ставило их под угрозу и жизнь здоровью. И там за два месяца порядка побывало ста человек. Это жители Тверской губернии или это отсюда? Нет, это жители в основном Москвы, Московской области и других регионов. В Тверских там не было никого. То есть, каждая смена была по 10 дней, деньги там получали немало эти организаторы. А, собственно говоря, дети были, может быть, предоставлены самим себе. Ну, там у них имелись, конечно, волонтеры различные. И достаточно была проведена большая работа, все дети устанавливались, там порядка 100 человек было допрошено вместе с их родителями. Проведились и ряд экспертиз, привлекались специалисты в различных областях надзора. Собственно говоря, дело было окончено, направлено в суд, и люди получили свое наказание. Да, смотрите, какой большой разброс, да, вашей работы. У нас время к концу подходит, мне бы хотелось услышать пожелания. Алин, вот с высоты вашего положения теперь уже, да, относительно громких уголовных дел, ваши пожелания, в том числе и детям, и родителям, чего опасаться, а может быть, по-другому смотреть на эту жизнь? Ну, наверное, родителям не стоит, так сказать, зацикливаться о том, что может что-то плохое случиться. Я вообще считаю, что если ты думаешь о плохом, то это плохое может произойти, мысли материально. Поэтому думать нужно о хорошем, что никогда ничего плохого ни с тобой, ни с твоим ребенком не случится, нужно мыслить позитивно. А что же касается, если опять же говорить о родителях-детях, наверное, все-таки родителям хочется сказать, чтобы не оставляли своих детей без внимания, без присмотра, потому что здесь не только какие-то люди, которые могут совершать преступления, это и беспечность родителей, и маленький возраст детей, которые могут выпадать из окон. Да, о чем мы говорим постоянно. О чем мы постоянно говорим. Это те же самые дорожно-транспортные происшествия, которые тоже случаются, в том числе с участием деток. Быть осторожнее, смотреть за своими детьми. Ну и, наверное, еще хотелось бы пожелать своим коллегам терпения на работе и помнить, что всегда каждого из нас ждут дома. Да, это очень важно. Марин, ваши пожелания жителям региона? Ну, естественно, никогда не терять бдительность, потому что, как сказала Алина Владимировна, все равно могут случаться такие ситуации, когда даже если не противоправданные действия иных лиц могут повлечь негативные последствия, а также какие-то обстоятельства, которые могут привести к таким последствиям. Быть бдительным. Юрий Николаевич, несколько слов бы. Несколько слов. Также хочется обратиться к родителям, чтобы не теряли бдительность и чтобы избежать таких жертв, в первую очередь на дорогах, не позволять детям садиться за такие двухколесные транспортные средства, не имея опыта вождения, прав. То есть этого хочется пожелать. Антон, финальный аккорд. Я покороче скажу, наверное. Я пожелаю никому не нарушать закон, потому что наказание, оно неотратимо. Это хорошие слова. И, уважаемые друзья, я вас еще поздравляю с праздников. И давайте выразим благодарность всем, кто вам помогает. Тем же сотрудникам уголовного розыска, кто постоянно с вами в тесной связи работают. Всем, кто стоит тоже на страже порядка. Спасибо вам. И здоровья вам всем, уважаемые друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова